Спасибо. Так, Гарелый Николай появился. Значит, тогда мы его будем слушать во второй части. Сейчас, воспользуясь тем, что у нас есть время для перехода к следующей части, я хотел бы, во-первых, представить присутствующего здесь почетного академика Маргарита Николаевна. Можно, чтобы вас все увидели? Пожалуйста, аплодисменты Маргарита Николаевна Куртина, заведующий академик, профессор, да, Маргарита Николаевна, надеюсь, уже профессор Кабилы Санкт-Петербургского торгового экономического университета. Самый уважаемый нами человек в плане кулинарных технологий и всего, что связано с русской кухней и вообще с кулинарой. И далее, значит, я хочу воспользоваться моментом, здесь ли представители компании «Флорик Эмми» Северо-Запад? «Флорик Эмми» здесь? Нет? Ладно, тогда позже воспользуемся на один из новых участников. Так, уважаемые коллеги, значит, повестка первой, первой части бинарного заседания исчерпана на сей момент из-за отсутствия Николая, который, наверное, где-то задержался. Я от вашего лица благодарю спикеров первой части, спасибо большое за содержание на выступлении и передаю слово ответственному за следующий этап нашего мероприятия. Елена Георгиевна, вам слово. Уважаемые коллеги, позвольте вас поприветствовать. В этом замечательном зале, сказать вам спасибо за то, что вы нашли время быть сегодня здесь. Сегодня большой день. Пятый конгресс рестораторов и интерьеров Северо-Запада России. Хорошее событие. Я точно знаю, что часами к четырём здесь будут заполнены все стулья. Ну, так мы устроены. Мы не в Финляндии, мы не в Швеции. Ну, как-то у нас так принято. Сказали, в 12 значит к четырём. Ну, я извиняюсь, это не к вам относится. Не будем наказывать тех, кто пришёл вовремя. Я аплодирую вам. Спасибо большое, что вы здесь. Мой кусочек, которым я буду заниматься, вот у того красивого стола, накрытого, заключается в следующем. Традиционно, уже 14 лет Академия гостеприимства в эти летние дни показывает так называемые летние блюда, блюда летнего сезона. И показывает даже не Академию, а те люди замечательные, которые в Академии есть. Это лучшие шеф-повара, великие шеф-повара. Я люблю это слово, великие, потому что это наши российские ребята. То, что они работают под руководством французского шефа, это замечательно. Потому что французская кулинария, наследие ЮНЕСКО, это замечательно. Но, это наши ребята, это питерские, которые сегодня приготовили для вас не только арт-класс дегустанного блюда, дизайнерский, но и мы будем их пробовать. Огромное количество блюд к дегустанции, к вашим услугам. Потом плавно переходим к кофе-брейку, отдыхаем с вами около часа. И потом опять к пленарным заседания, а потом банкет. И да, мы опять продолжаем вкусное блюдо дегустировать, пробовать, кушать и общаться. Прежде всего общаться. Конгресс создан для того, чтобы люди общались, чтобы обменивались опытом. Вот для чего мы здесь все собрались. А опыта у всех у вас хоть отбавляем. Прежде чем начать показательные выступления, Татьяна начнет сейчас этот официальный кусок, я сейчас говорю совершенно не официальный. Я хочу вам показать, что достаточно давно существую в этом бизнесе, в нашем Харайковском с вами. Хочу отметить, что Петербург и Северо-Сапад России отличаются от других регионов нашей страны тем, что мы очень близко находимся от наших соседей. Я имею ввиду Прибалтику, я имею ввиду Финляндию, я имею ввиду скандинавские страны. И стилистика блюд, которые будут сегодня представлены, скорее не южные. Скорее все-таки больше расположены по географии к северу. Есть еще одна причина, почему мы это делаем. Если вы внимательно смотрите за информацией по Бак-Юзовским соревнованиям, которые проходят в Леоне, вы знаете, это лучшие в мире соревнования, самые мощные гастрономические. Обратите внимание, если кто не следил, просто заглянуть. Кто побеждает в последние лет, это все. Шведы, Норвегия, шведы, Норвегия, шведы, Норвегия. В десятке эстонцы, финны и дальше по списку. Почему? Почему при том, что у нас очень много итальянских ресторанов, испанских ресторанов, мексиканских ресторанов. Почему? Вот там сплошная Скандинавия и Финляндия. Кстати, финны не любят, как я их называю, скандинавами. Так, понятно. Скандинавия и Финляндия. Вот так надо говорить, как мне сказали финны. Почему? Потому что лет 20 назад, когда в Скандинавии нашли Нельц, очень активно стал развиваться северный регион мировой. И хлынул поток, бизнес-потоки. Бизнес-потоки – это значит приемы, это еда и развитие. И вот в связи с этим началась какая-то мода на северную кухню. Есть даже хартия северных поворот, которые заявляют. Я скажу, это пресежи Фюри, которые заявляют. Без оливок и фуа-гра. Неправильно. У людей должно быть право выбора. Должны быть обязательно итальянцы на нашем рынке. Я имею в виду кухня. Обязательно Китай. Обязательно Япония. Все флаги в гости будут к нам, так говорил великий человек. Вопрос в другом. Скажите, пожалуйста, сейчас кого-нибудь спрошу, дам микрофон. С каких салатов начинается меню или алякад в любом ресторане? Скажите, пожалуйста. Греческий, наверное. А второй? Цезарь. Вы ответили на вопрос. Сколько можно кормить людей только цезарем и греческим салатом? Никто не скажет. Мы их не любим, мы их не уважаем. Для чего вообще? Что происходит? Настерение. Два салата. Любую карту открывать. Вот любую, в любом заведении. Я права? Похлопайте, если я права. Давайте возьмем Пахлебкина, великую книгу Пахлебкина. 38 видов, только окрошки. 38. Не говорю уже об обедуных, о боярских блюдах и дальше-дальше по списку. Я как-то тут вспоминала. Были в одном волжском городе и спросила ребят, а у вас очень много итальянских ресторанов. Кто из вас был в Италии? Подняли руки люди, ну ползала где-то, человек там 60, наверное, были в Италии. Кушали итальянскую леду. Они мне сказали, что вы там кушали, я спросила, они сказали итальянскую леду в Италии. Я говорю, а у вас много итальянцев? Чем кормите итальянцев? У себя налоги. Они ответили, да, и я спросила, вы себя услышали вообще сейчас? То есть, нет, я не против, чтобы кормить итальянцев итальянской ледой у нас. Если вы поучились у итальянских мастеров или у тех людей, которые хорошо знают итальянскую кухню. Но когда мы, не зная правильно, что такое альтенда, не понимая, какая разница между креветкой, только что выловленной из Средиземного моря или же перемороженной раз шесть в наших холодильниках, выдаем это за итальянскую еду, это не итальянская еда. Мы не могли найти правильной пиццы в нашем городе, пиццейолы итальянские, в одном ресторане Пар Джузеппе. Мне сказали, что там у нас итальянская пицца. Это сказали итальянцы. Причем это руководители огромной школы Беззиола из Италии. Я не согласна с ними, у нас очень хорошая еда, в том числе итальянская, и она должна быть. Но еще должно быть право выбора у людей. Должно быть право выбора, не только цезарь и греческий. Это моё мнение. Если я права, похлопайте или не похлопайте. А сейчас я передаю микрофон Татьяне Магиной, нашему ведущему менеджеру. Вообще я не скучная тетка, я честно, я люблю все-все кухни мира и очень хорошо знаю их. Но всего знать, конечно, невозможно. Вы профессионалы, вы лучше меня знаете. Но я просто за то, чтобы гостям больше отдавать и разного. Ну, наверное, это правильно. Вот мне так кажется. Вы такие талантливые, у вас столько идей в голове. И вот давайте сделаем так, чтобы было уютно всем. Вот было уютно всем. Хорошо? Танечки. Уважаемые дамы и господа, традиционным событием в рамках экономических конгрессов, рестораторов-батильеров Северо-Запада России, является показатель выступления шеф-повара. В программе, я повторюсь, Делина Георгиевна, ведущая шеф-повара демонстрирует в формате арт-класса Оригинальные летние блюда, банкетные, пуршетные подачи, выполненные с применением модных тенденций, технологий и декори. Блюда приготовлены с использованием продукции ведущих зарубежных и отечественных продуктовых брендов. На кофе также представлены ведущие торговые марки профессиональные посуды и аксессуары-линии для сервировки. Для того, чтобы представить наших спонсоров, наших партнеров, я прошу сюда выйти мне на помощь, Сержа Ферри. Серж Ферри, Франция, футинг-бэнердж-менеджер и бренд-шеф отеля Беденский, член правления и шеф-консультант Академии гостеприимства, председатель экспертной продуктовой коллеги Академии гостеприимства, председатель жюри международных соревнований шеф-поваров стран Балтийского моря на Кубах «Балтийская кулинарная звезда», член Международной гильдии гастрономов Чанни Дерсифьер. Аплодисменты! Итак, генеральным продвижным партнером 5-го конгресса рестораторов и ательеров Северо-Запада России и всех его мероприятий является финский концерн «ВАЛЮО», представляющий известным во всем мире молочные продукты. Концерн осуществляет прямые поставки высококачественной, натурально-экологически чистой молочной продукции, торговой марки «ВАЛЮО» из Финляндии во многие предприятия сектора «Хорика» в России. Впервые сегодня представлена и питьевая родниковая негазированная вода «ВАЛЮО Сприкс». генеральный директор «ВАЛЮО Санкт-Петербург» Мика Коскинен. Генеральный директор «ВАЛЮО Санкт-Петербург» «ВАЛЮО Санкт-Петербург» «ВАЛЮО Санкт-Петербург» «ВАЛЮО Санкт-Петербург» «ВАЛЮО Санкт-Петербург» Компания «Гранд Фудс» Один из крупнейших дистрибьюторов продукции известных производителей мяса, рыбы и морепродуктов, бокалеи, различных видов масла, замороженной плодовочной продукции и других линий продуктов. Компания «Гранд Фудс» — это организация высочайшей системы качества, соблюдение норм и стандартов в отношении продуктов питания и, как следствие, прочные позиции в секторе «Хорика». Минеральный директор Короблина Анна, директор по развитию Рудеева Татьяна, коммерческий директор Алянин Сергей, пожалуйста, представитель компании «Гранд Фудс», просим выйти к нам сюда. Приветствуем, приветствуем компанию! Продукты и специи торговой марки «Санта-Мария» хорошо известны в России с 1992 года. К традиционным сухим пряностям и их смесям добавлены новые линии продукции. Это не только этнические продукты, но и целый ряд современных изысканных вкусовых комбинаций. «Санта-Мария» — это вкусы всего мира. Представительство «Санта-Мария» на северо-западе России сегодня представляет Пётр Петренко, глава северо-западного представительства. Бренд-шеф на северо-западе Константин Вагу. Пожалуйста, представители компании «Санта-Мария». Рад, дорогие друзья, вас всех здесь видеть. Продукции «Санта-Мария» все знакомы, лишних слов говорить не буду. Пожалуйста, выбирайте всегда самое лучшее. Спасибо. Торговое представительство Министерства сельского хозяйства США при Генеральном консульстве Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге имеет свою целью популяризацию и продвижение американских продуктов на российском рынке, в том числе в секторе хорика. Качественные американские продукты — калифорнийский миндаль, чернослив, чечевица, горох, клюква — будут представлены сегодня в показательных выступлениях. Специалист по маркетингу, дорогого представительства Министерства сельского хозяйства США при Генеральном консульстве Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге Светлана Ильина. Приветствуем. Да, уже все сказали, какие продукты у нас представлены. У нас есть также новинки. А мы очень будем рады видеть каждого на нашем стенде. Я вам желаю плодотворной работы на конгрессе и успехов в вашем деле. Всего доброго. Спасибо. Представительство Farm Frites — голландская компания. Один из лидеров в области переработки и производства картофеля. Более 80 видов продукции из картофеля по уникальным рецептам представляет компания на рынке. Представитель компании по северо-западному региону — Наталья Малкова. Шведский концерн «Дюни» — мировой лидер в производстве концепции по сервировке, хранению продуктов в предприятиях сегмента хорика. «Дюни» представляет бумажную продукцию от салфеток до фуршетных юбок, одноразовую посуду и столовые приборы, аксессуары для украшения столов. Новые технологии качественного приготовления, хранения, транспортировки, сервировки блюд обеспечивают метод соус-стеллаж с использованием специального оборудования, разработанного специалистами компании. Руководитель отдела продаж в Санкт-Петербурге — Семенова Ольга. Компания «Даймонд ЛТД» работает на рынке поставок технологического оборудования в сфере обширственного питания в составе международной группы компаний. Деятельность компании включает в себя поставки профессионального оборудования, создание проектных решений, пуска наладочных работ, гарантийное и сервисное обслуживание. Оборудование для приготовления заморозки и регенерации, тепловое и для приготовления пиццы, барное, холодильное, кондитерское, далеко не полный перечень видов оборудования для наших специалистов представляет компания «Даймонд ЛТД». Генеральный директор Анастасия Рештова, представитель компании, пожалуйста. Спасибо. Компания «Огния» представляет широкий выбор национальных греческих продуктов, в том числе деликатесной группы. Компания сотрудничает с производителями оливкового масла, овощной консервации и других продуктовых линий. Генеральный директор Николас Панагитар... Прошу прощения, очень сложная фамилия. Панагиатараков. Прошу прощения, если не станет, я не знаю, для нас это сложно. Спасибо. Компания «Сербский торговый дом» представляет на рынке натуральные продукты Сербии, торговых марок «Прима Продукт», «Флора», «Здравоорганизм», «Банини», «Фиделинка». Это печенье и десерты, сладкие кремы и вательные изделия, компоты и джемы, замороженные овощи, макаронные изделия, консервированные овощи, фрукты, оливки и так далее. Генеральный директор Милан Юрьевич. Компания «Калита» – эксклюзивный поставщик на российском рынке натурального сока польской торговой марки «Рождённый солнцем». Уникальная упаковка, предназначенная специально для предприятий «Хорика», удобная и эстетичная для использования в ресторанах и отелях. Овощные и фруктовые консервы из Европы также представляет компания «Калита». Генеральный директор Трофимова Людмила. Компания «Фоногория» – один из лидеров российского виноделия. Вина «Фоногории» признана самыми изысканными знатоками вина. Традиции и современные технологии стали залогом успеха виноделов этой компании. Представитель компании на северо-западе России Ольга Жилова. Международный центр бизнеса представляет на рынке огромный спектр алкогольных напитков из многих стран мира. Сегодня компания предлагает нашему вниманию белорусский бренд – водку торговой марки «Бульбаш». Гордость компании составляют и российские бренды завода «Игристых вин». Коммерческий директор Игорь Резник. Компания «Мастерская текстиля» изготавливает и предлагает предприятиям сектора «Форика» ассортимент текстильных изделий. Постельное белье, полотенце, скальтерцы российских, из российских, китайских, немецких, итальянских тканей предлагают мастера компании для создания неповторимого стиля в ваших отелях и ресторанах. Директор компании «Вороновая Александровна». Компания «Топ Остров» представляет в России уникальное игровое оборудование для создания детских зон в помещениях ресторанов, кафе, гостиниц и крупных отелей. Игровые модули, детская мебель, интерактивные игровые системы голодского производства могут быть интересны и полезны для предприятий «Форика». Директор компании «Топ Остров» Светлана Беднякова. Также благодарим за поддержку компании «Кофе и чай от Санкт-Петербурга». Поставщик итальянского кофе премиум класса. Много времени специалисты компании отдают обучению, консультированию персонала ресторанов, кафе, баров, клубов и тем самым поднимают культуру потребления кофе. Генеральный директор компании «Хаустов Роман». Компания «Колина Фуд», поставщик для предприятий сектора «Хорика», хлебобулочных и других продуктов из Европы. Генеральный директор «Кулаков Андрей». Компания «Фруктовый сад» осуществляет комплексную поставку продуктов и сопутствующих товаров в предприятии сектора «Хорика». Компания «Фруктовый сад» также один из крупнейших поставщиков свежих овощей и фруктов, в том числе экзотической линии со всего света. Генеральный директор компании «Махир Рагимов». Компания «Мир Посуды» имеет 15-летний опыт работы на рынке профессионального оборудования, на плитной и столовой посуды. Компания предлагает полный спектр услуг для организации работы отелей, ресторанов и других заведений общественного питания. Компания является официальным дистрибьютором и представителем 70 брендов из 15 стран, мировых лидеров в отрасли «Хорика». Генеральный директор Удаличенко Марина, директор по развитию Литовченко Геннадий, представитель Литовченко Владимир. Компания «Литовченко М». Фирменный стиль и профессиональная одежда, аксессуары для ресторанов, казино, кафе, баров, клубов. Генеральный директор компании «Литовченко М» Тимофеева Татьяна, коммерческий директор Николаева Марина. Компания «ЛЗОЛ» – это многофункциональная система видеонаблюдения. «Винтер Сэн» – компания «ЛЗОЛ» – это многофункциональная система видеонаблюдения для ресторанов, баров, отелей, небольших офисов, средних и крупных предприятий. «ЛЗОЛ» – доступ к видеонаблюдению удаленно и онлайн, видеотрансляции в реальном времени. «ЛЗОЛ» – спокойствие и уверенность для вашего бизнеса. Генеральный директор «Колос Александров» – исполнительный директор «Подберезнов» Максим. А сейчас я представляю шеф-поваров, шеф-кондитеров, которые демонстрируют на корте блюда с использованием продукции представленных компаний. Итак, я прошу все ваше внимание на правую сторону. Сейчас к нам будут выходить сюда наши специалисты. Конечно же, Серж Ферри – главный куратор показательных выступлений. «Фуд-бэверидж-менеджер» и «Брэд-шеф» отеля «Введенский», член правления и шеф-консультант Академии гостеприимства. Шеф, Серж, пожалуйста, проходите сюда. Значит, все внимание и все-таки на центр. Серж, пожалуйста, проходите, мы вас ждем. Кураторы показательных выступлений. Селиванов Сергей, шеф-повар ресторана «Русская рыбалка», шеф-консультант Академии гостеприимства. Шеф-консультант Академии гостеприимства. Шеф-консультант Академии гостеприимства. Бронзовый призер в соревновании Европоворов 2008 в Хестинге. Золотой призер российско-финских соревнований «Имматер» 2005. Обладатель Гран-при Международных соревнований шеф-поваров с Храм Балтийского моря. На Кубок Балтийская кулинарная звезда. Член Ассоциации Европоваров от Академии Гостеприимства. Селиванов Сергей. Акбашин Зинят. Шеф-повар ресторана «Ферма». Шеф-консультант и ведущий высших кулинарных курсов Академии Гостеприимства. Победитель международных конкурсов «Драгоценные блюда Санкт-Петербурга». Ведущий мастер-классов на выставке «Гастро» в Хельсинки. Дипломант соревнований шеф-поваров стран Балтийского моря. На кубах «Балтийская кулинарная звезда». А в ваших днях показательные выступления проводят Движков Иван. Шеф-повар ресторана «Бирстай». Шеф-консультант Академии Гостеприимства. Ведущий высших кулинарных курсов и мастер-классов Академии Гостеприимства. Дипломант международных соревнований шеф-поваров стран Балтийского моря. На кубах «Балтийская кулинарная звезда». Движков Иван. Грибичиков Артем. Шеф-повар ресторана «Анданте». Шеф-консультант Академии Гостеприимства. Член сборной команды России международных соревнований шеф-поваров стран Балтийского моря. На кубах «Балтийская кулинарная звезда». Грибичиков Артем. Шнейман Кирилл. Шеф-повар ресторана «Алосойт-бар». Шеф-консультант Академии Гостеприимства. Обладатель гран-при международных соревнований шеф-поваров стран Балтийского моря. На кубах «Балтийская кулинарная звезда». Наилман Кирилл, Тышневка Александров, шеф-повар отеля «Братья Карамадовы», шеф-консультант Академии гостеприимства, дипломант международных соревнований шеф-поваров «Рига-Опен-2010» Латвия. Тышневка Александров, Маргой Евгений, шеф-повар ресторана «Корюшка», шеф-консультант Академии гостеприимства, член сборной команды России международных соревнований шеф-поваров стран Балтийского моря на Кубок «Балтийская кулинарная звезда». Магдан Евгений, шеф-повар ресторана «Рус-Корюшка», шеф-консультант Академии гостеприимства, член сборной команды России международных соревнований шеф-поваров стран Балтийского моря на Кубок «Балтийская кулинарная звезда». Богданов Александров, шеф-консультант Академии гостеприимства, член сборной команды России международных соревнований шеф-поваров стран Балтийского моря на Кубок «Балтийская кулинарная звезда». Обучение работе с шоколадом в Бельгии. Сизова Светлана. Итак, приветствую наших представителей, наших мастеров. И я передаю им слово. Сейчас каждый будет демонстрировать свое блюдо, рассказывать, как он готовил, что он использовал, какие продукты, какие технологии применял. Ну, а если у вас, дорогие наши гости, появятся вопросы, вы не стесняйтесь, задавайте. Сережа Селиванов сейчас подойдет к своему блюду. Мы попробуем трансляцию дать на экран его блюда, потому что потом по моей команде мы пойдем дегустировать всю эту историю. Сережа, вернись, пожалуйста, ты куда ушел? Мы, конечно, попробуем. Да-да-да-да. А где у нас тут Макс? Макс здесь. Итак, Сергей рассказывает о том, что он приготовил, а у вас в пакетиках есть рецепток. Рецептоке каждого представленного сегодня блюда у вас в пакетиках. И мы начинаем с первого по одиннадцатое блюдо демонстрировать вам. С первого по одиннадцатое. Написано показательное выступление, шеф-поварок, вам ничего не нужно записывать. Вы сможете прийти в свои заведения, и если хочется повторить, пожалуйста, здесь все получится. Вопрос в следующем. Каждый повар имеет собственное видение. Мы даем только векторное направление. Может быть, чем-то вы заинтересуетесь. То есть, это не значит, что вы должны это делать, повторять. Но, по крайней мере, может быть, какая-то идея понравится. Так что, к вашим услугам. Все, что написано на бумажке. Да не, нормально, нормально. Сергей готовит первое-одиннадцатое блюдо. Вот все там будет стоять, с надписями, все подписано. Вы подойдете потом, внимательно посмотрите, пофотографируете. Мы попробуем сейчас дать на экран эти блюда. Сережины. Сережа начинает. Здравствуйте. Мы сделали банкетное блюдо, состоящее из шести разных блюд с различными продуктами. Первый из них – это кусочки подкопченой куриной грудки, которые заразированы в турецком йогурте с нотом и карамелизованным миндалем. В принципе, приготовление довольно-таки просто. Мы здесь сделали, заранее приготовили курицу. Рецепт у вас курицы есть. Мы ее засолили в соренном рассоле. И затем слегка подкоптили и доготовили при температуре 50 градусов в течение 40 минут. Время приготовления зависит от размера куриной грудки. И дальше мы использовали довольно-таки интересный новый продукт от компании «Валю», появился в наших магазинах. Это турецкий йогурт. Безлактозный, 10-процентный турецкий йогурт. Очень замечательный такой хороший продукт. Его можно использовать как в салатах, как в заправке для супов, как для крошек, как для холодных супов. И также очень неплохая из него получается вытечка. Большой плюс, что он действительно безлактозный. То есть люди с аллергиями на молочный сахар могут его спокойно употреблять. Мы зажелировали немножко, зажелировали турецкий йогурт. И дальше смешали курицу. Отварили заранее нут, который нам предоставило. Торговое представительство Министерства сельского хозяйства США. И все это вылили в поднос, залили по формам. И поставили на ночь в холодильник под пресс. Следующее, что мы приготовили, это ломтики печеной трески в корочке из сыра Эдам и черной чавицы. Треска мы заранее засолили в 10-процентном рассоле. И после чего, опять-таки, приготовили на температуре 47 градусов в корочке в томате при 40-процентной влажности. Обязательно надо увеличивать влажность, когда готовим на такой температуре, чтобы продукт не опетлился и не сох. Так как здесь мы не используем вакуум. Также мы здесь в этом блюде использовали черную чавицу. Белуга называется у нее еще такое прозвище. Которое нам предоставило, опять-таки, представительство Министерства сельского хозяйства США. И использовали сыр Эдам. Был утвердый сыр от компании Валио, 24% жирности. А мы сначала запекли, приготовили треску на низких температурах. И потом сверху выложили корочку из черной чавицы, которую заранее отварили. И пока она была горячая, добавили туда репчатый лук. И в самом конце приготовления ввели натертый сыр. И размешали до однородной массы. Вот эту черную массу мы выложили на треску. И слегка горелкой ее подплавили, чтобы она полностью равномерно легла и образовалась корочка. Получается очень красивый контрац между белой и белоснежной креской. И черная красивая масса в виде, немножко похожей на черную икру. Следующее блюдо, которое мы здесь представляем, это поклебный белый бобов. С тигровым клеем и медовым перечным соусом. Фирма клеем предоставила фасоль в томатном соусе. Большая железная банка, по-моему, 2,5 килограмма. Фасоль мелкая, белая, она очень хорошо разварена, мягкая, лопается немножко на лупах. И очень вкусный, ароматный, насыщенный томатный соус. Тиеку мы просто обжарили на оминском масле и затем ее продлили, стерилизовали в оминаде, как которого у вас есть. И в принципе все это подаем вместе. Следующее, это колбаска домашняя из курицы. Средний ртав, да. Ну, чтобы нам понимать, что снимается. А, тогда вернемся к свареному сэндвичу. Довольно интересный получился вариант такой холодной закусочки. Это свареный сэндвич из нервного гороха с маринованной оминденком. Иденок мы готовили так же, как и предыдущее мясо, курицу. Сначала садили 10% расколе соли и затем сразу же завокумировали и готовили все, видите, на температуре 50 градусов. Если нет филта, можно использовать эвакамаску. После чего мы остудили это сразу же. И затем нарезали тонкими-тонкими слайками и замариновали в оливковом масле с перцем, с солью, с перцем чили, с зеленью. И маринад можно использовать дальше, но за любой. Основу для холодной закуски мы сделали из зеленого гороха. Опять-таки, который нам предоставил предстоительство Министерства сельского хозяйства США. Зеленый горох мы отварили вместе с жареным луком до готовности. Мы использовали во время варки минимум воды, чтобы он развалился и превратился в пюре. Селька размяли и туда уже добавили мягкий сыр Аура Голд с голубой плесенью. Это тоже от компании Валиум предоставлено. Бери до равномерной массы этот сыр и дальше раскатали немножко такое, у нас получилось такое тесто. Не очень крутое раскатали и на подносе все это выпекли. После чего сформировали и сложили вот такие сэндвичи. У нас получается слой гороха, слой баранины, слой желе. И опять-таки, мы закрыли сверху слоем гороха, чтобы сделать сэндвичи. И последнее, что мы здесь приготовили, это чернослив. Или фаршированный металем с ломтиками маринованные баранины, опять-таки. Которые мы заранее замариновали в йогурте. Использовали йогурт от фирмы Валиум, натуральный. Баранину мы сначала замариновали, подержали часа 4-5 в йогурте. После чего мы ее обожгли на сухой сковородке. Ну, немножко прибегли на хорошо разогретой сковородке. Завокумировали и все, видите, опять-таки готовили на 50-70 градусов. Здесь мы в этом блюде еще использовали кальфонийский миндаль. Очень такой хороший, красивый миндальный орех. Мы его слегка сначала замариновали в горячем маринаде. Соль, перец, немножко перца. Триды перца, перец чили можно использовать. После чего почистили и подсушили. И этим миндалем мы накошировали уже чернослив. Чернослив, обратите внимание, будет обязательно на дегустации. Чернослив нам предоставило, опять-таки, предстоительство Министерства сельского хозяйства США. Она отличается от нашего чернослива, который мы используем у себя здесь, от нашего восточного чернослива, по той простой причине, что когда его собирается, чернослив не попадает на землю, его собирают специальные машины автоматы, прямо из дерева, и сушат на солнце в специальных, отведенных для этого помещениях. Получается совершенно другой вкус. Он намного слаще, намного ароматнее, и очень сочный получается, остается. С банкетным блюдом мы закончили. И дальше у нас... А, куриная колбаска осталась. Куриная колбаска замечательная у нас получилась. Тоже в первый раз попробовали вариант, как использовать куриное филе. Нарезали куриное филе кубиком. Слегка отбили его. Можно отбивать, в принципе, можно не отбивать, это уже дело каждого по желанию. Слегка отбили молотком, и добавили туда йогурт кутуральный. И добавили туда сыр. Тогда завернули, после чего все в пластик. И готовили, опять-таки, на температуре 57 градусов. Все, видите, в вакууме. Совершенно замечательно ожилируется, хорошо стоит, хорошо держится, очень нежный и ароматный на вкус получается. Из пеции мы здесь использовали самую банальную простую из пеции, но замечательный по вкусу, по аромату, смесь из трех видов перца от Санта-Марина. Дальше, что мы с вами смотрим. Это Сумозис, Кубника и Патерико. Господа, Сережа произнес такое слово, простите, Сережа, сюит, да? Вот, слышали, да? Скажите, пожалуйста, я узнала, что это такое, ровно год назад. Все знают, что это такое? А? Нет. Вот поэтому я и выскочила. Значит, есть такой прибор. Всего-навсего кипятильник. Обычный кипятильник. Придуман он, честно, по-моему, это немцы, итальянцы, вот, конечно, там где-то. Продается он у нас во многих компаниях по оборудованию, но прежде всего Diamond LTD. Достаточно серьезная игрушка. Это не просто кипятильник, он с компьютером. Мы когда-то приехали в Фринляндию и понять не можем, на кухне у финских поворотов в кастрюлях торчат из них компьютеры. Представляете, кипит вода, а оттуда такая дула торчит, компьютерная, такой экранчик. На нем выставлена температура и время. Значит, экран, дисплейчик такой. Короче, это кипятильник, совмещенный с компьютером. Совершенно не боится воды, то есть вставляется в кастрюльку, он привинчивается таким большим, как-то сказать, не... Ну, там есть специальный крепеж, который... Крепеж, такой крепеж. Да, крепеж. Цена варьируется 35, 45, 50 тысяч, вот 60 тысяч. Это вот такая вот история. Вот, чтобы было понятно. Все зависит от объема. Да, все зависит от большой и маленький. И по большому счету многие страны Европы, рестораны многих европейских стран на низкой температуре работают не просто в конвектоматах, при вакууме и так далее, а именно с помощью... По-разному называют. Соус вайн, соус вип, сьюит. То есть, вот, Сережа написал вот это слово. Я просто вам расшифровую. Я тоже его не знала. Вот год назад мне привез, кстати, первую информацию Кирюша Шнейдман, который побывал в Финляндии на стажировке от Академии, и привез эту картинку. И вот тогда... Да, да, вот, Сережа. Вот. И мы стали изучать. Я обратилась в несколько компаний по оборудованию, мне спросили информацию, и вот тогда я узнала. То есть, это не такая умная, а вот ребята наши, которые привозят нам такие новости. И все иностранные шефы, которые приезжали сейчас в марте на соревнования, приехали с этими бандурами. Ни одного не было, чтобы не было без кипятильника этого. Причем бандов там было достаточно. То есть, они крутые. Но самое интересное, когда вышли наши с этими штучками, мы же тоже вышли с этими штучками. Поэтому ура сборной команды Академии гостеприимства! На самом деле, очень нужная вещь на кухне, если есть возможность взять и припятить, это очень простой принцип. Он поддерживает температуру во всем объеме воды, в котором вы готовите. Температура на весь объем, в любом уголке, внизу, вверху, в середине, в краю, везде совершенно одинаковая. Там она цеплирует постоянно и проходит через напивательный центр. Для холодных закусок, для полупубликатов совершенно замечательно. Если у вас есть варка, то все это просто необходимо здесь дальше. Дальше у нас будет в дегустации представлена еще такая легкая закусочка с использованием замороженных овощей и тортили. Тортили нам предоставила замечательная компания Санта-Мария, а овощи нам предоставили Севский торговый дом. Они нам предоставили замороженные овощи. В данном случае мы сегодня попробуем с вами цветную капусту. Но здесь еще есть три рецепта. Есть шпината, есть смеси овощных, итальянской смеси и есть перца. Тоже посмотрите, попробуйте. Очень интересные, но довольно-таки простые, но интересные по вкусу и по приготовлению рецепта. И дальше мы с вами продолжаем с Движковым в бане. И мы приглашаем Ивана Движкова! Иван нам расскажет о своем блюдах, о своих блюдах. Здравствуйте всем! Очень приятно всех здесь видеть. Значит, дайте я вот сюда вступлю. У меня такая небольшая композиция на деревенскую тему тыквенного супа. Значит, для приготовления, оформления этого кушетного блюда я взял тыкву, предоставленную компанией фруктовый сад. Очистил ее от кушицы и семян нарезал кубиками. Добавил межек, рубленый чеснока свежего, также от фоктонии фруктовый сад. Специи манго-чили и белый перец, предоставленный любезно компанией Санта-Мария. И запекал к клинитомате до готовности примерно на 25 минут по температуре 170 градусов. Значит, к клинитомате все по-разному работают, так что надо смотреть. Температуру не все держат как надо, смотреть по готовности, чтобы мягкая была. Когда понятно, что цикла готова, вынимаем ее, вкладываем в емкость и взбиваем блендер до комбинетизированного состояния, то есть до однородной массы. Ставим на плиту, добавляем сливки валию 20-ти процентные, специальные, кулинарные, очень хорошие, эластичные и не свергаются при кипячении. Значит, добавляем в тыкву, уже пробитую блендером, и доводим до кипения вместе со сливками. Так как у нас позиционируется тыквенный суп с морским грешком, предоставленный нам торговым представительством Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки, очень длинное название, поэтому сразу не забыл. Дайте мне микрофон, а я сейчас Света Ильина сейчас напоминаю. Ванечка, предоставлено, конечно, может быть, и Министерством сельского хозяйства, но вообще это от дистрибьюторов, которые торгуют американским продуктом. А вот представляет здесь продукт, то есть не предоставляет, а представляет. Вот Света Ильина, главный специалист торгового представительства Министерства сельского хозяйства при Генеральном консульсе Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге. Света, покажите, пожалуйста. Я просто столько слов сразу не могу, поэтому я сокращаюсь. Поэтому как бы ребята вот это представляют, предоставляют, чтобы вы поняли, что разговор идет о представлении брендов, с которыми мы сегодня работаем, потому что Света на меня так смотрит «Мы не предоставляем горох». Не они предоставляют горох, конечно, не Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов предоставляет горох, это анекдот какой-то. То есть они его там курируют, договора и прочее, но представляют, конечно, наши дистрибьюторы, которые находятся в Санкт-Петербурге. Я просто уточняю, ну это такая игра богатого русского языка, поэтому ни коим образом не в упрек ребятам, которые полночи готовили 7000 дегустационных порций, поэтому как бы могут оговориться где-то. Да, спасибо большое и спасибо американцам, конечно, за всю Калифорнию. Значит, я сейчас с этим американским морским бремяшком, неплохой, неплохой по вкусу, неплохой по консистенции. Мы запариновали его в смеси сока лайма, белого перца и оливкового масла. Узнаем, кто предоставляет оливковое масло, компания Экдемия. Экдемия, масло хорошее, первой выживкой. Поставили на некоторое время, затем часть гребешка нарезали на слайсере тонкими кружочками и поставили его сушиться до состояния чипсов. Значит, сушиться можно в расстоечном шкафу, можно горячей раздачей при температуре 60 градусов по порядку трех часов. И получаются прозрачные кругленькие чипсы из гребешка. Остальной гребешок оставшийся мы взбили с добавлением того же оливкового масла и сока лайма и специи чили манго и белый перец. Получили крем. Значит, в нашу посуду, выбранную для подачи этого блюда, мы наливаем суп, посыпаем его не могу сказать дробленым, не могу сказать молотым, растертым, растертым розовым перцем, который усиливает вкус тыквы, своим легким перечным ароматом усиливает вкус тыквы. И украшаем лодочками из жженого хлеба, наполненными кремом из морского гребешка и чипсами из морского гребешка. Я бегу, мне сказали, что у меня молоко убегает. Но я его не ставил. И на, так сказать, гарнир или для усиления вкуса каждый гость может сам себе добавить то, что он хочет, например, немножко трюфельного масла, немножко крема пализамического на основе инжира. И все это попробовали. Ну, вот так я вижу пиквидису. Спасибо всем. Спасибо. Это был Иван Андричков. А мы перенавим эстафету Артема Гребещикову. Раз, два. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа. Я для вас приготовил пять закусок. Их всех объясняет одно, что они в них входит картофель, который здесь представляет компания Farm Fritos. Первая закуска, я не буду вам рассказывать процесс приготовления, вы сможете его прочитать технологически. Я скажу немножко о продуктах. Первая закуска, в приготовлении первой закуски я использовал деревенский картофель. Он очень хорошо прожарился на футюре и имеет приятный вкус. Данный закусок он сочетается у меня с рассолом, пили-селедкой и свеклой. Для приготовления рассола я использовал агар-агар, который придает плотную форму, чтобы нужно было закупить. Перейдем ко второй закуске. Она немножко волнуюсь, прошу понять, как я запутал за год. Спасибо. Вторая закуска я готовил сырный мусс с палочками герисини итальянскими. Для приготовления этого мусса я использовал молоко, которое представляет компания Валю. Также твердый сыр порт, если я не ошибаюсь, аналог пармезана. Довольно неплохой сыр, обладает приятным вкусом вкусе, подходит для приготовления муссов. Скусов на основе сыра. также в моем сете еще два в общем следующая закуска следующая закуска следующая закуска это мусс из зеленого лука для приготовления которого я использовал также творожный сыр перемывал также картофель уже молодой картофель тоже парам фритос моего я его готовил на пару даже несмотря на то что замороженный он практически не отличается от молодого следующая закуска следующая мармеладом с красным луком для приготовления мусса я брал сыр мягкий когда также предоставленной компанией фармфутов компании валя извиняюсь для приготовления свиной грудки я использовал красную паприку которая представляет компания Санта-Мария вот и пятое блюдо в моем пятое мое блюдо это железованный рулет с морским гребешком от компании Индер извиняюсь напомните пожалуйста компания гребешок это американский американский гребешок да тоже хочу похвалить тоже понравился очень хороший гребешок приятный прецепт свежий также в рулете в рулете я ложу картошку переменную тоже по-моему гребешок свежая зелень там все написано не мучай людей там все у них в рецептуре написано ты мне скажи в чем новизна твоя новизна но для кого-то может быть в новизку будет то что данный продукт можно использовать допустим летом отдавать жалей до летом потому что сейчас применяют свар-агар-агар который позволяет блюду держать более высокую температуру не позволяет таять теплой погреть вот и все то есть какая-то подача новая такая интересная дизайнерская Артем Гребенщиков Артем что у нас слишком много миллилитров оливкового масла надо убрать один миллилитр и дальше дальше вывели рецептуры они вывели не надо повторять Кирюш слышишь не надо положил это доложил это и как один мальчик говорит поклал еще вот это значит поклал да не надо вопрос в другом я хочу обратить внимание вот на эту подачу это тыквенный суп тыквенный суп появился в нашем городе я вам скажу лет наверное 8 назад хотя это достаточно с 11 века известны это блюда с 11 века в монастырях стали подавать монахам на Руси тыквенные супы со сливочками но тогда еще концерна Валю не было дай бог здоровья более сколько вашему концерну лет 125 я помню это был юбилей а сейчас сколько с 905 года существует концерн Валю мы не с 905 года используем ваши сливки но уже лет 12 точно 12 лет мы работаем на сливках Валю здесь 20% сливки Валю есть еще 38% это называется теперь сливочный крем для взбивания 38% а здесь 20% раньше немножко он по другому назывался но новое название крем сливочный я говорю о 38 по поводу вот этой подачи впервые сейчас очень много на банкетах подают вот таких буквально на один зубочек на один лоточек в маленьких шотиках какие-то жидкие супчики пюрешки и так далее так вот знаете кто привнес нам в город вот эту идею Серж Ферри ты где Серж он конечно уже вышел Серж Ферри впервые показал вот такую подачу а теперь мы все это делаем и мы забыли что это был Серж Ферри это от него история от Сержа Ферри вот эти стаканчики но сами стаканчики приехали к нам из Швеции от компании Тюни а Сержа конечно нет он пьет кофе где-нибудь да или бургундское вино я понимаю так вот с этим понятно в новизне вроде как новизна какая новизна 8 лет назад впервые на банкете подарили в Петербурге шотовую подачу супов все Кирюша извини пожалуйста я буду лезть ладно раз раз я не буду рассказывать как я готовил все написано я расскажу о том что из нескольких продуктов да это хлеб сыр я приготовил сет из трех блюд в разных таких апостасиях да с использованием овощей и фруктов получается что фишки да у меня какие это сделал икру из яблок с помощью агар-агара да сделал крепную крошку такую землю сделал с трюфельным привкусом для сыра да сочетание очень хорошее с икрой фруктовой супер багета подкрасил фруктовыми овощными соками да сок свеклы и хлорофил вытянул из зелени способ броншированного зелени и измельчил все украсился цветами и такие у нас простые продукты да выглядят очень презентательно поэтому спасибо это был Шнэйдман Кирилл аплодисменты ну а мы встречаем Евгения Макдок в партнерстве с Александром Тижненко спасибо всем добрый день добрый 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 мы представляем аплодисменты и представляем компанию которая сегодня представляет замечательные продукты ну начнем вкратце да у нас сейчас лето у нас сезон разных ягод у нас сейчас оркуты пойдут шикарные оркуты замечательные раскладки и конечно ледние ледние салаты с оркутами не просто мы делаем фреши и просто мы кушаем его вкусно а мы еще и можем подать салат в разных инфекциях ну и главное замечательные сырами варьо мы можем причем со всеми практически сырами варьо подходит у нас арбуз потрясающе можно делать канапе с мягкими сырами можно и обворачивать арбузы просто мягкими сырами варьо и так далее в таком много тут мы предоставили салат легкий салат с арбузом виноградом с мистерами салатом которые представлены компанией фруктовый сад классные кстати овощи и что там еще было порезованный был арбуз в соусе на посолье меда и поливкого масла с романским ароматом замечательно дальше у нас есть фруктовый десерт он легкий он летний в принципе и зимой тоже его можно подавать кубни при среде мы сделали такую начиненную кубничку потрясающее авокадо где у нас там из санта мария апельсиновые специи так что мы вкусовые замечательные а кстати сбили сбили мы делок добавили все это желудочные да ну желатин смехай ему надо добавить мы выходили и это все за проширование кубникой и авокадо дальше у нас есть классный десерт он потрясающий можно его делать в виде большого десерта можно делать маленьком исполнении это у нас сделанный из сливок который санта мария густые сливки кокосные густые сливки классные сливки на самом деле они взбивают они вкусные кстати сахара не надо вообще добавлять они достаточно сладости которые которые все добавляем еди ложками мы взяли маленький черри от кухового сада сняли подвеску добавили ее все витовую горячую со специями разными и добавили кузово черри у нас получились аромизированные черри классная штука а разные специи это что именно штука разные специи это все разные специи которые вы пожелаете видеть например бодьян например гвоздито корица и так далее скажите пожалуйста какой торговый марк не должны быть специи конечно санта-марина вот это я и хотела тебя услышать вы знаете почему Женя такой артист у нас сегодня он совершенно потрясающий мастер с огромным уважением отношусь к этому молодому шефу совсем недавно он назначен шеф-поваром ресторана сети гинза project корюшка давайте его поздравимся старший товарищ упаси господи там возраст просто по может быть некоторому опыту международных соревнований и так далее Саша Тишненко который самое активное участие принимал во всех этих историях и у ребят получился очень хороший тандемн и когда Женя в 2014 году выйдет сражаться с латышами и с томсами финнами немцами и дальше по списку с другими представителями других стран со своими коллегами готовить его будет Александр Тишненко и вся наша команда академическая ура шефам академии господи принято спасибо дальше вкратце еще побыстрее у нас еще замечательный рулетик который у нас сделан с картошкой фрутовый сад перцами который мы затекли это все дело вообще очень вкусно и мы начинили это все дело мягким сыром барио это у нас все закручивается кстати классный рулет его можно делать в горячем виде в холодном в большом и так далее потрясающая холодная закуска в разных инфекциях но главное что вот эти ингредиенты и варьо подходят причем даже можно и твердый сыр в этом исполнении давать начинки отлично крутится отлично вкуса и по сути там больше не надо ничего добавлять все натурально попробуйте скоро уже пробую уже и 4 вида салатов в принципе они достаточно похожи все друг на друга да на самом деле что мы знаем мы знаем что это легкость мы знаем что натуральное больше не надо ничего добавлять не в салатах туда добавили яйные томаты туда добавили сыр все легкая заправка можно заправки разные но классика масло мы знаем а так мы сделали это и с апельсиновой заправкой и со специями и санта марина больше ничего не надо все хотят отправиться вот как бы все все спасибо что-то у нас изобойный куда-то выпал человек который представил замечательную совершенно гаспачу с сырно-мятным конвертом вот так называется глюка который делал Саша Богданов это шерковый ресторан Руд-де-Ви из Всеволожска столько сил у нас было положено на этот замечательный суп итальянский все-таки дань холодных супов итальянских вне конкуренции я имею ввиду ну разве что русская крошка и то возможны вариации очень любят наши питерские жители Питера и гости города холодные супы в жаркую погоду особенно в это лето и конечно рядом с нашими свекольниками холодными номером один госпачо госпачо и вот как приготовил замечательный этот суп Саша он сейчас расскажет да добрый день только не по технологию там все написано просто что новенького у тебя там у тебя там какая-то есть хитрость изюминка я бы так назвал изюминка изюминка отозначена да свет на конкурс госпачо да это пересертые овощи холодный суп и все об этом знают овощи предоставили на фруктовый сад но что можно добавить для светлости для светлости летом очень хорошо к этому супу пойдет даже длинничный вкус яйц 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 А сейчас я представляю украшение нашей команды сегодняшней Абсолютной Сизова Наташа Светлана Сизова представляет ресторанный комплекс «Бульвар», великий кондитер, не побоюсь этого слова У нас сегодня здесь присутствует масса великих людей, но вот то, что вы попробуете обязательно эти произведения Совершенно потрясающие десерты, которые сделаны из достаточно простых продуктов Конечно, не обошлось без продукции компании «Лайо» Безусловно, и сливки, и порошки, и творожный сыр, все присутствует здесь Но Света сделала уникальную подачу, обратите внимание на эти дизайнерские языки Безусловно, это банкетная история То есть мы показываем на банкетах всегда сейчас модно и виденные скульптуры Почему только лед? Не обязательно лед Мы можем подавать вот так в бокал, мы можем украшать текстилем Мы можем украшать ягодами Молекулярная кухня здесь присутствует, я вижу чипсы, да? Карамельная эта молекулярка уже пошла такая мощная достаточно Как антураж и сочетание продуктов, которые мы будем сегодня дегустировать Вот, Светочка расскажет сейчас самостоятельно А я преклоняюсь перед искусством этого замечательного человека, который проходил обучение в длине, как в шоколаде И в Питере у нас вот такие люди есть Ура, Светлане Сезоне АПЛОДИСМЕНТЫ Это компания Структурство То есть, как бы Медийный дистентрент это лаймовый дистентрент Здесь выдерживали на скидке Всего кусок лайма И немножечко добавили Метло Альфа, масло и ботины И вот так вот А Крайонская зима Это немножечко насыщий Суарки В дистентрент Тоже такая Это Медийный слайд Шоколад Альфа, масло Она была стояла Крема в длине И по том, что он в комсах С добавленным Борога И слил парень Ну, кто работал, кто не знает Она пропускает Крайон с 7 Этого дистентрент Я называла Яллотный моск Так как Наход Может быть Слышится С любыми Яллами Мы сделаем Наход С дневником Алисей Майк И Человек Меж Присыпаем Спасибо 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 Вас Светлана Светлова Так Господа Позвольте От всех нас Я Вот эти Замечательные цветы Поручу Светлане Она у нас одна девочка Сегодня Среди такой команды Мальчишек Вот Это всех нас Теперь Спасибо большое Спасибо большое Итак, господа Сейчас мы Можем Потихонечку Вот Буквально через Три минуточки Припеситься К дегустационному Столу И К Кокриному Столу Я Напомню Порядок Порядок